Подружки, привет! Доброй всем недели! Доброго начала влога! Перед влогом сразу хотим выразить благодарность огромно за ваши поздравления вот этого молодого человека с днём рождения. Видите, наш предыдущий влог, где у нас празднование, да? В комнатке, эй! Ку-ку! Ку-ку! Где празднование, мы просто купались и плавали в ваших поздравлениях. Спасибо вам огромное! Рэм очень доволен. Сегодня мы, кстати говоря, в конце влога поедем на день рождения к Марку. Вы увидите его празднование. И, кстати, для девок в Петербурге, моих подруг-любимых, это очень классная штука, потому что вы можете тоже увидеть все места классные, в которых мы празднули день рождения. Мы празднули в кафе Орлёнок. Записывайте, кто не знает. И Марка кафе называется Бомби и чего-то там. Я напишу там на экране, когда начнётся сегмент, как называется, комнатка детская, в которой мы праздновали его день рождения. Сразу, пока я не забыла, для моих подруг, которые со мной в одном клубе выпадения волос, поздравляю вас, это у нас какой-то вечный просто абонемент. Это, знаете, из серии «Жизнь говно», а потом он умер. Умер, очевидно, без волос. Но! Есть хорошая новость – жизнь налаживается. Не такую жизнь. По совету Наташи моей, которая красит мне волосы, я начала пользоваться, уже две недели пользуюсь, вот такой вот сывороткой. Это Bio Botanical Serum. И он, как водичка, просто наносится на корни и промазывается по всем корням. Собственно, в этой системе есть разные там средства, но я пользуюсь пока вот этой штукой. И в течение двух недель я заметила, что вот если был такой клок после каждого мытья, то сейчас он стал вот таким. И вроде бы как бы жизнь действительно налаживается. Поэтому, в общем, берите себе на занетку. Классная вещь. И плюс ко всему, по корням, которые отросли спустя две недели после покраски, я уже понимаю, что рост волос тоже усилился. Это очень-очень здорово. А что еще из полезностей? Сегодня будем с вами про книги говорить. Чуть позже у нас будет сегмент, целый сегмент, который я посвятила четырем классным детским книгам от издательства «Феникс Премьер». Мы в этом выпуске с ними поработали. Они предложили мне целый список из книг. И из них я выбрала четыре, которые мы реально читаем. Очень классные книги, мастхевы для действительно воспитания счастливого, классного, осознанного ребенка, который тоже будет лучше понимать, что с ним происходит, если родители будут с ним общаться, как раз-таки основываясь на тех советах, которые даны в этих книгах. Так что просмотрите этот сегмент. Я действительно вам от всей души рекомендую, потому что это те книги, которые я сама прочла. И там я даю вам прям анализ, краткий свой анализ, что я для себя взяла и почему эти книги именно выбрала. И после прочтения, что для себя я из этих книжек взяла. Так что это очень полезно для тех, кто спрашивает. Также я скажу о книгах, которые для себя я читаю. Вы просили меня по медитацию вам сказать, какие книги по практикам я сейчас читаю. Еще из своих закромов, из склада мне приехали 20 книг лучика. Так что, подруги, кто не успел купить лучика, 20 книжек вот у меня еще есть. На данный момент зайдите на мой сайт datspavlikovskaya.com и там проскройте вниз контакты в WhatsApp и туда в WhatsApp не напишите. Ну или здесь в комментариях, в худшем случае, там имейл свой оставьте, что вы хотите лучика. С деком вам отправлю. Вот, так что 20 книг лучика у нас еще есть. И здесь можно их приобрести. Также я собрала тут детские штуки всякие разные. Помните, когда дети были еще грудными? Моя любовь всей жизни. Это подушка для кормления Клэва Мама. У меня их две, на самом деле. Одна в Риге, другая здесь. Это просто феноменально крутые подушки. Я вот прям обожаю. Очень долгое время прям спала на ней, потому что она с памятью, она прям очень-очень удобная. Ну то есть и кормить ребенка по сравнению с другими подушками, это действительно классно. Потому что она нужной твердости, нужной мягкости одновременно. И она какая-то прям подстраивается. Поэтому подушки здесь, подушка, также есть вот такая вот подставка для неуборна, бэбика, либо в автокресло, либо для времени на животике. Ребенок может на животике вот тут лежать. Или наоборот на спинке лежать и чилить вот таким вот образом. На маму смотрите, улыбаться, радуться жизни. В общем, эту подружку я за символическую плату свою отдаю. Кому надо подушки, тоже пишите. С деком вам отправлю. Что еще? Еще из наших штук продаю вот этот стилилизатор от Мачкин для айпадов, телефонов, мягких игрушек и прочих штук. Вот стилилизатор, очень тоже классная штука. Пользовались им долго, и Марина моя пользовалась. Все, теперь готова с ним расстаться, вам передать. Для вас, у кого маленькие совсем бэбики, кто хочет стилилизовать свои игрушки, мягкие игрушки в том числе, которые не будешь втирать без конца. Это очень классная вещь. И у нас еще Бэйби Берн. Бэйби Берн, правда, у моей Марины с серым чехлом. Тоже за прям символическую плату. Адам, кому нужен Бэйби Берн. Здесь у нас только вот игрушка деревянная, которая к ней представляется. В общем, по этому всему поводу, кому что нужно из моего личного добра, пишите. На том же WhatsApp, на сайте его найдете. И, собственно, я вам всем отвечу. Что еще? Подруги из Петербурга. Вот какая для вас новость. Вот долго вы меня уже просите о встрече. Вот, никак мы до нее не дойдем, но есть очень классная причина, по которой нам эту встречу организовать. Как я уже упоминала ранее не раз, я сейчас в очень таких постоянных, глубоких практиках медитации. И вот когда ты начинаешь открывать для себя новые практики, то вселенная открывает новые возможности и новые знакомства, самые неожиданные. И я таким образом познакомилась с девушкой Женей, которая ведет свой класс по субботам и воскресеньям. Она инструктор йоги. Причем, знаете, такое действительно глубокое, правильное йоги, когда прорабатывается вот прям внутреннее, настоящее «я», и когда эта практика не просто, скажем, для тела, физкультура, а когда это именно духовная практика, как полагается. Друг, друг, отойди от экрана. В общем, мы с ней как-то вот познакомились, стали общаться, и мне действительно вот внутренне, опять же, во время их медитаций пришло огромное желание провести медитацию в ее классе. Я ей предложила, ей это звалось, и мы организовали один такой класс, в рамках которого я провела свою медитацию после практики ее йоги. Поэтому, подружки, я предлагаю вам, кто интересуется, кто хочет медитировать, кто уже медитирует или хочет познакомиться с этими практиками, кто ищет какой-то вот новый духовный путь в своей жизни, самоосознание, самопознание, вы можете прийти на этот класс, и мы можем там с вами встретиться. По субботам и воскресеньям эти классы проходят в центре Петербурга. Напишите мне в комментариях, интересно было бы вам, и если отзыв будет положительный, то мы, Жене, обязательно запланируем дату, и я также вам объявлю, что вот в такую-то дату у нас будет встреча, и мы с вами сможем вместе сделать очень классную практику, начать свой день с заботой о себе, вот, и после этого пойти, не знаю, позавтракать, пообщаться. У нас уже вот такой опыт, я в других соцсетях объявляла, и вот приезжала одна из моих подписчиц, и мы с ней тоже встретились, потом позавтракали, пообщались. Это было очень приятное знакомство. Вот, поэтому в комментариях напишите, интересно ли вам. Издатель, который точно уже известен, это 19 мая, приезжает к Жене на практику звуковых чаш и медитацию, ее учитель по как раз-таки вот этим чашам. Иди сюда. И я со своей стороны для этого класса, для этого мероприятия, всем, кто придет, готовлю свой подарок. И сейчас пишу новую книгу стихов для ребенка. И вот эти стихи ребенок может вместе с родителем читать, учить наизусть. В них вложены самые позитивные и нужные для благостного развития личности, аффирмации и программы. Вот если подумать о том, что мы, взрослые люди, сейчас все свои терапии с психологами, практики, все свои терзания пытаемся разрешить, они все из детства. Это те программы, те ложные установки, которые в нас вложили наши родители, не со зла, естественно. Но тем не менее вложили, с ними мы разбираемся сейчас. То мне кажется, очень полезно параллельно, опять же осознавая свои ошибки, вкладывать в ребенка правильные установки, правильные программы. И вот эти стихи я пишу таким образом, чтобы каждый день недели ребенок начинал с позитива и как раз-таки с осознания. Там вот понедельник, например, с осознанием себя, доверие себе, веру в себя. Вторник – доверие к миру, любовь к миру, любовь ко всему живому, хорошему отношению к другим и к себе в том числе. Как мы с тобой говорим? Я ценный и достойный? Да, спасибо. И я ценный и достойный даже? Даже если у меня не получается, если я ошибаюсь. Да, что я ценный и достойный, даже если у меня не получается и даже если я ошибаюсь. И в общем, вот эти стихи, они пропитаны всеми этими правильными программами. И вот в рамках этой встречи 19 мая я подготовлю не полностью книгу, потому что она только будет издаваться, а подготовлю в рамках, ну, наверное, таких красивых каких-то карточек, которые будут скреплены вместе, как раз-таки эти стихи, чтобы уже вам презентовать, и вы могли со своими малышами их читать, учить и, в общем, вкладывать эти программы в ребенка. Вот это будет мой такой подарок во время этого мероприятия. Вот, так что, подруги, кто в Петербурге, кто желает встретиться, и, может быть, даже 19-го уже 100% знаете, что хотите прийти, напишите мне тоже лучше, конечно, на WhatsApp, но можете также в комментариях оставить свой контакт, там, имейл или что-то, чтобы я могла вам ответить. Вот, это будет очень-очень классная возможность, там, всем встретиться, использовать и пообщаться. И по поводу книг, значит, своих, которые я читаю, две книги Джо Диспенза, это мастхэвы по медитациям. Как раз-таки свои медитации я делаю по его технике. Их вот две книги здесь оставляю, их обязательно прочесть. И не только то, что прочесть, а вот прям прочли один раз и по кругу хоть 10 раз, потому что там действительно нужно, пока вот это все осядет, осядет в сознании, то это нужно действительно погружаться. И радикальное прощение. Тоже мистическим образом книга Колина Типпинга ко мне попала, но попала в правильные моменты. И вообще, вот, ну, знаете, когда запрос есть, вот оно приходит. И я вам скажу, я не из тех людей, которые вот прям сразу и сходу там впечатляются, и в том смысле, чтобы там, вот оно, озарение. Но я когда открыла эту книгу, и я даже первые строки читала, что многие люди, которые читали эту книгу, авторы писали об исцелении уже с первых страниц, об истории его сестры. Я так думаю, ну, хорошо, прикольно, молодцы. И как только я начала читать, я вам скажу, что это, конечно же, хорошим таким закладом, подготовкой была вся работа моих медитаций и прочих практик, которые я делала ранее, и самоосознанию. Но здесь эта вот книга, она стала вот этим последним таким ударом по головке гвоздя, когда меня просто снесло. И я поняла, что вот мой процесс исцеления от одного из моих паттернов и вот таких самых глубительных историй в моей жизни, вот это исцеление, оно произошло, действительно произошло. И здесь книга про радикальное прощение, оно отличается от обычного прощения, которое мы применяем в своей жизни полностью и думаем, что его применяем. Вот это как раз-таки техника прощения, она совершенно иная, и она действительно открывает новый взгляд на то, как мы можем взаимодействовать с другими людьми, с теми поступками, которые нас ранят, с теми поступками, которые нас калечат зачастую, и которые, в принципе, интеллектом, головой простить невозможно. Вот здесь очень-очень мощная практика, очень мощная техника, которая помогает нам посмотреть и осознать эти вещи совершенно с другой стороны, а вместе с этим действительно наконец-то уже прийти к исцелению. Я вот к 40 годам пришла к исцелению одного из фундаментальных, основных моих вопросов, проблематических с моего детства, который тянулся вообще всю мою жизнь и действительно повторяющимся паттерном просто меня мучила, мучила, или я сама себя мучила, правильно сказать, и губительно, скажем так, влияла на свою жизнь сама. Вот, поэтому это очень классная книга, советую всем к прочтению. Вот, во всем остальном, подружинцы, мы начинаем наш влог. Дружок мой, пирожок, который терпеливо ждет, а сегодня тоже по счастливой случайности остался дома, не пошел в садик, да? Что в садик-то? Вернее, пошел, из него ушел, потому что мама его забрала, да? Да. И мы решили быть сегодня компаньонами, он решил мне сегодня помогать. В общем, делали ему манту. Это было очень эмоциональное мероприятие в жизни человека, поэтому я решила человека забрать. И, в общем, дабы жизнь стала лучше, провести день вместе. Вот этим мы как раз-таки сегодня будем заниматься. А вечером будет на день рождения. Все, подружки, давайте всем доброй недели, доброго влога. Мы поехали. Точнее сказать, мы уже едем какое-то время. Ну, в общем, после моего вот этого бла-бла едем дальше. Подружки, так, у нас сейчас моментик выдохнуть, точнее сказать, сначала вдохнуть, потом выдохнуть. Взять кофе, чай, что-нибудь вкусненькое, прекрасненькое. И, так сказать, сесться покомфортнее и расслабиться. Почему? Потому что у меня только что несанкционным образом сломался шкаф. Я не знаю, что там разошлось. Стены разошлись. Здесь слетели все полки, с полок слетели все наши многочисленные книги. И, в общем, сейчас вызвала мастера для того, чтобы хоть каким-то образом понять, что с этим шкафом делать и как полки вернуть на место. Вместе с таким расстройством у меня есть и позитивная сторона вопроса, потому что я наконец-то прошлась по нашим книгам. Их огромное количество. И вот сюда, на те полки, где дети вечно играют и вечно что-то достают, отправились те книги, которые у нас сейчас очень актуальны, которыми мы постоянно пользуемся, читаем перед сном во все остальные моменты. И, в принципе, те книги, которые дети очень-очень любят. Лично для себя я также сюда отобрала четыре книги, с которыми я хочу вас познакомить сегодня. Это четыре книги издательства «Феникс». Феноменально прекрасные книги, которые мне сейчас кажутся очень важными. Я знаю, что вы, мои подруги, тоже, ну, по большей части у вас возраст детей, ну, скажем так, близок к возрасту Рэма. Да и, в принципе, даже если дети старше и младше, эти книги никогда не поздно начать читать и никогда не поздно начать с ними работать, поскольку ребенок развивается до семи лет точно. И все, что происходит с ним, это вот такая неизведанная вселенная для мамы. И вот сейчас, когда Рэму, например, пять лет, действительно, у него много таких новых процессов. Он все больше осознает себя, осознает свои чувства, свои эмоции, свои мысли, свои какие-то реакции на вещи, осознает свое тело. С этим мы тоже очень много работаем. И вместе с этим я, как мама, все больше и больше осознаю и свои чувства, эмоции, как реакцию на его поведение, на его развитие. А вместе с этим вот этот, знаете, вот бесконечный танец, который между родителем и ребенком происходит, когда один реагирует, это провоцирует реакцию второго. Реакция второго оставляет впечатление на первого, формирует какие-то дальнейшие установки программы или рефлекторные какие-то реакции. В общем, вот этот бесконечный танец, который между родителем и ребенком происходит, он такой очень глубокий, и на него важно обращать внимание. Поэтому сегодня четыре книги, которые для меня прям стали действительно хорошим помощником инструмента. От «Феникс», кстати говоря, у нас, я вот посмотрела, много книг есть, такие, как «Засыпайки» с котенком, солнышком, зайкой. Очень классные книги перед сном, их тоже мы вечно читаем. Ну, в общем, здесь у нас целая библиотека, из которой мы с вами сегодня об этих четырех и поговорим. Кофе, это прекрасно. Так, «Кофе к коту». В общем, что у нас тут? Первая книжка, с которой хочу начать, это «Тайная жизнь эмоций». Очень забавная книжка, Оксана Мухартова, автор. Не знаю, правильно ли произношу фамилию, но, в общем, надеюсь, что правильно. «Тайная жизнь эмоций», она действительно очень веселая книга. Почему? Потому что сейчас Рэм увлечен всем, что касается монстров. Монстрики – это его вот одни из любимых персонажей. И поэтому всякая книга, в которой есть монстрики, она его прямо увлекает. В том числе и эта. И в этой книге что классно, что здесь каждая эмоция, она имеет свое имя, она имеет свой персонаж монстрика. Вместе с этим она имеет свои какие-то особенности, свои характеристики, свое поведение. И вот именно через истории про этих монстриков и то, как каждый из них себя ведет, мы очень здорово осознаем с ребенком его эмоции. Сейчас ему сложновато справляться с такими эмоциями, как стыд и злость. Злость здесь Злюкабука, такой смешной герой. И стыдонтель – это, очевидно, монстрик, который отвечает за стыд. И вот как раз-таки через разные истории про вот этих монстриков, то, как они себя ведут, то, как они реагируют, чувствуют себя, и какое взаимодействие происходит с ними в этих историях, мы как раз-таки анализируем и рефлексируем на тему того, как ребенок в той или иной ситуации себя повел, ну, например, когда ему нужно перед кем-то извиниться. Вот это вот прям для него такая, ну, не знаю, не то чтобы тяжелая история, но я вижу, насколько ему непросто, и он часто мне сам говорит, что он не может извиниться, потому что ему стыдно, и он стесняется очень сильно. Вот, поэтому вот эта книга очень классная, берите на заметку. Еще одна книга, которая подходит и одному, и второму, несмотря на то, что это книга для дошкольников трех-четырех лет, это первая книга «Знаний». Очень классная книга, энциклопедия дошкольника. Для нас, в силу, скажем, особенностей нашего развития, эта книга стала очень классной в том смысле, что она очень сильно расширяет кругозор и помогает нам расширять словарный запас. То есть мы не только изучаем какие-то новые вещи, какие-то новые явления в мире и о мире, которые ребенку нужны в подготовке к школе, но и также мы очень здорово пополняем свой словарный запас. Плюс ко всему здесь очень классные задания, которые ребенок может выполнять, причем на самые разные уровни понимания. Мы, например, сейчас очень активно проходим задания на тематику противоположностей. То есть мы не только изучаем противоположности, ну, не самые понятные, там, как большой, маленький, там, холодный, горячий, но и в большем расширенном смысле, и также, как я уже сказала, пополняем свой словарный запас, поскольку здесь очень много новых слов. Вот это я для себя уж точно отметила. И название растений, название каких-то предметов, название явлений, и в том числе и вот как раз-таки этих противоположностей, с которыми мы работаем. И две книги, которые на меня оставили самое неизгладимое впечатление, это первая книга «Как вырастить счастливого ребенка. Я знаю, что ты чувствуешь». И вторая книга «Король своего королевства». Это две совершенно замечательные книги. Первая книга по эмоциям. И «Как вырасти счастливого ребенка». Эта книга стала больше, наверное, таким классным инструментом для меня, которая помогает мне осознавать те процессы, которые проходит ребенок. И не только, скажем так, ежедневные процессы. Ну, например, вышли там на улицу, с кем-то там он чего-то не поделил. Или там с братом подрались, или там, я не знаю, устроил истерику по поводу чего бы то ни было. Но в этом случае здесь я лично для себя больше обратила внимание на аспекты эмоций и чувства ребенка, которые его формируют, но на которые мы, родители, может быть, ну не то, что не хотим обращать внимание, но на которые нам тяжелее обращать внимание, потому что они тяжелые. Такие, как, например, как ребенок реагирует на стресс, как ребенок реагирует на горе, на потерю, на печаль. Что с ним в этот момент происходит, как проявляются его реакции, что эти реакции могут быть самыми неожиданными. И очень важно, как родители реагируют на вот эти его проявления. Здесь, например, вот для меня девятая глава, она очень такая важная, потому что здесь речь идет о печали, разводе, горе. И немного раньше тут еще стресс. Как помочь ребенку справляться с этими эмоциями? Как знать, что горе ребенка, оно не всегда, скажем так, сопоставимо с нашим пониманием горе, и не следует родителю оценивать по своему восприятию уровень расстройства ребенка, о том, что всегда ребенку важно дать возможность поплакать, выплакаться. Как именно проявляется проживание горя у детей? Начиная с самого маленького, сломал машинку, заканчивая самым таким серьезным. И здесь есть классная шкала тревоги ребенка. И по разным аспектам можно оценить, тревожится ли ребенок и в какой степени он тревожится. Что делать, если он тревожится? Здесь есть очень практичные такие задания и даже упражнения, которые можно реально с ребенком выполнять для того, чтобы помочь ребенку пройти через ту или иную эмоцию. Роман так же, как и король своего королевства. Здесь немного другая тематика. Здесь разные истории про мальчика. И эта книга вместе с тоже осознанием своих эмоций, желаний, осознанием своего тела, себя в пространстве, себя в социуме, эта книга еще тоже очень хорошо помогает осознавать и справляться с эмоциями. Как здесь, например, вот такие более серьезные. Здесь опять же, что с ребенком происходит там, например, на игровой площадке в песочице, когда он не захотел поделиться своей игрушкой. Как на ребенка оставляет впечатление моя реакция, как мама? Что, например, если я опечалилась или выразила какую-то негативную эмоцию в связи с тем, что он не захотел делиться своей игрушкой, то что для ребенка это означает? То есть в следующий раз, когда он не захочет делиться, он не сможет свободно принять свое решение, а у него уже в памяти отложится моя реакция, что он расстроил маму. То есть если я не хочу расстраивать маму, я должен отдать свою игрушку. И, следовательно, дальше могут за этим последовать нарушения личных границ ребенка. То есть здесь очень важно рефлексировать и также отслеживать и свои реакции на поведение ребенка. И вообще понимать, стоит ли вмешиваться или каким-то образом влиять на решение ребенка, когда он, к примеру, не делится игрушками. Здесь, что мне очень нравится, есть также социальные какие-то сцены, когда, например, ребенок теряется, когда он пугается, когда он чувствует себя неуверенно. Здесь очень практичные и классные, скажем так, подсказочки и методы, что ребенок может сделать в момент, когда он, например, перед одноклассниками или в детском саду перед друзьями, там он стоит, и все внимание на него, и он растерялся, потерялся, испугался, застеснялся. То есть как он может осознать свое тело в этот момент, как он может представить себе что-то или куда направить свой взгляд, например, наверх, представив небо, как он может, скажем так, выровнять вот эти эмоции и вернуть себя вот в нейтральное, нормальное состояние и вернуться к тому действию, которое он должен был совершить. Мне нравится эта книга тем, что она помогает осознать важность своих чувств, своего понимания, своей мечты, того, что твоя мечта не всегда может быть понятна другим, и то, как ты можешь двигаться даже в такой ситуации, когда, например, окружение тебя не поддерживает или когда тяжело вот как-то довериться себе, то есть как доверять себе. И когда я говорила, что эти книги, да, они разные, но в то же самое время очень классно друг с другом, скажем так, работают, взываются, дополняют, и очень здорово, что есть разные психологи, которые авторы работали над этими книгами, с разным подходом, с разным представлением и разным каким-то таким, наверное, своим профессиональным, скажем, опытом, они отдают действительно бесценные советы и бесценный такой инсайт в ту или иную ситуацию и в ту или иную эмоцию ребёнка. Так что, подружки, всю информацию об этих книгах и об издательстве оставлю в описании под этим видеороликом. Проходите по ссылкам и для своих детей также приобретайте эти книги. И я уверена, что эти книги точно станут действительно очень полезным помощником для вас и для вашего ребёнка, в его развитии, и в том числе в построении ваших личных доверительных отношений. Это очень классные книги. Так, пацаны! Эй, пацаны! Привет! Куда идём? На праздник Марка! А что за праздник у Марка? День рождения! День рождения! Это ты Марине цветы несёшь? Да. А ты подарок Марку несёшь? Ладно, малыши, пошли! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Марш, приходи впереди. Ты у нас капитан, все твои друзья тебе помогают. Если кто-то обижает или кто-то берется, команда сразу проиграет. Ты капитан, тебе исполнил целых путей отец, правильно? Сейчас покажи, как танцуют супер герои, а мы за тобой повторим. Танцуй, Марш! Да! Да! Давай еще! Ваш новый маркер! Как тебя зовут? Нет! Вы как еще не ведете? Танцуй! Любое движение, которое ты нам покажешь, мы за тобой повторим. Договорились? Кто не танцует, тосует подпустники, да? Давай, танцуй! Давай, танцуй! Пошлопали нашу руку! Давай, отражу! Как тебя зовут? Очень красивое имя. Выходи в тренинг! Танцуйте! Танцуй! Хорошо! Можно ли в день рождения танцевать? Да! Можно ли в день рождения проходить самые сложные задания? Да! Можно ли в день рождения помогать в отцом капитале? Да! Давайте договоримся так. Если кто-то побегает и вся команда проиграет, мне важно, чтобы мы сегодня прошли все задания и тебя поздравили с днем рождения. Договорились? Да! Поэтому, ребят, мы становимся одной командой. Давай придумаем назвать твоей команде. Я говорю, говори, да, либо нет. Хорошо? Вот скажи, может ли твоя дружная супергеройская команда называться Пупсики? Нет! Прости, ладно. Может ли твоя команда называться Люди-Подгузников? Нет! Да! Ладь, ну стой! Может ли твоя команда называться Супергеройский Тапок? Нет! Давай так, сам решай, сам придумывай. Название команды? Пупсики! Пупсики! Все слышали? Пупсики! Раз, два, три! Пупсики! Раз, два, три! Пупсики! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА